Я ненавижу Counter-Strike Global Offensive, ненавижу всеми своими 500 часами, и если есть шутеры, к которому разработчики относятся с еще большим преднапряжением, то это только сервариум, но о нем я уже сделал видео. В этой игре отвратительно все, буквально все, и самое сложное это не придумать минусы, а найти хотя бы один плюс. А, вру. Он есть, это цена. Ну, я даже не уверен, что она стоит свои 500 рублей. Впрочем, я забылся, с вами опять Доктор Хейтер, и я просто пиздец как ненавижу Counter-Strike Global Offensive. Это был далекий 2012 год. CS Source к тому времени существовала уже 8 лет, в нее играли все, на нее создали тысячи модов, она была в каждом конспитерном клубе, но вот механика сильно устарела. И вот Valve выпускает CS GO, Global Offensive, шикарный графон, и коктейли молотого кейса, это было просто чешуительно. К несчастью, самый момент выхода я не застал. В тот момент я жил в своей маленькой локальной сети, и мы все ждали пиратки сервера. Но как только я вышел в большой интернет, хо-хо-хо, я отыгрался. Ох, как я отыгрался. Ну вот прошел год, два, три, а в игре ничего не поменялось, кроме мелких изменений баланса и скинов. Боже мой, как много скинов! Это просто пиздец! Их так много, что они сейчас самые дешевые вещи на дорогой площадке. Хотите за 5 рублей купить 30 скинов? Изи! Каждый гребаный месяц Valve добавляла новый кейс, с ним новые скины. И так продолжаясь до сих пор, пока Valve не выпустили систему уровней. Ииии, все бы ничего, уровни это классно, они позволяют ограничить новичков от рейтинга, чтобы те могли прочувствовать игру, прощупать ее, понять как в ней играть. Но с ней из игры убрали случайный дроп. По крайней мере, я за свою ни одну сотню каток не видел ни одного дропа, ни за уровень. Уровень дается примерно 3-5 каток. Вам кажется, что при такой системе должна вырасти стоимость вещей на торговой площадке? Кир-то там! Как было 13 вещей за одну грину, так и осталось. Более того, теперь шанс дропа вещей выше 30 копеек отсутствует напрочь. Но это еще мелочи. В октябре 16-го года добавили графики. Вроде как, довольно приятная фишка. Не сказать, что ожидаемо, но все-таки. Должна была быть! Только вот в чем проблема? Во-первых, их количество ограничено использований. Во-вторых, их охуеть как много. И в-третьих, они самые дешевые вещи на торговой площадке. А учитывая политику Valve по дропу... Теперь выпадение даже самого дешевого оружейного скина, черт побери, это событие, ради которого стоит распить мамину припрятанную бутылку виски. Выпадают только проклятые граффити и кейсы, ключи которым стоят 160 рублей. Мне напомнить про дропы самих кейсов? У вас, наверное, появилось ощущение, что я ненавижу кс только за скины. Налейте чаю и присядьте поудобнее. Мы тут надолго. О оружии. Не могу сказать точно, сколько пушек добавило с Соруса на CSGO, но если не ошибаюсь, это дополнительный пистолет, B2000, два дробовика для террористов и контртеррористов. И Зевс. Тот же нож, но стоит денег. В декабре 15-го в игру добавили револьвер, как аналог Дезерт Игла. Не буду утверждать, что оружие бесполезно, просто скажу, что его до сих пор каждый патч изменяет, и он прошел путь от имбы, ваншот и все, и вся, до дерьма, который не обладает никакими плюсами по сравнению с тем же Деглом. То есть, за всю свою шестилетнюю историю в CSGO был добавлен один пистолет. Знаете, сколько добавили оружия в Bluehole в свою PUBG всего за полгода? Томмиган, Рина, Винчестер, Раук, Тачанка, Глок, Мини-14, МК-14, ВСС, Гроза, Обрез и Список можно продолжать. Вы скажете, что их нельзя сранивать. CSGO такие беспрофимодисциплины. Каждый новый элемент требует балансировки. Но вот небольшой нюансик. В доту с тех пор было добавлено свыше десятка новых героев, а там куда больше факторов, требующих балансировки. Зато в CSGO были добавлены тысячи скинов и перчатки. Я все жду, когда добавят цвета для гранат. Хочу дымить врагов розовыми смоками со звездочками и взрывать людей звуком пердежа. Блин, я опять перешел на скины. Ладно, давайте перейдем к геймплею. Кажется, что CSGO это идеальный соревновательный шутан. 10 игроков, взрыв бомбы, заложники, закупка оружия. Что тут портить? Спросите у Valve, что можно испортить. Адекватное позиционирование звука, а нахер она надо. Пусть у каждой пушки будет одинаковый переляющий звук, который будет распространяться волнообразно по всей карте. Где стреляли? Сверху? Снизу? А нахер она нас? Там стреляли? Туда? Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Мало какая игра может похвастаться настолько нереалистичными звуками стрельбы. Я могу понять, когда звуки немного изменяют для их узнавания со стороны, как, скажем, это сделал тот же PUBG, где каждая пушка звучит по-своему. Но тут две трети стволов со стороны звучат совершенно одинаково. Вы никогда не сможете отличить звук стрельбы с М4А1 от АК-47 или звук АУГа от СГ. Нахер это вообще кому-нибудь надо? Это же не серьезный соревновательный шутер, где от вооружения противника зависит подход к нему и позиционирование команды. Ха-ха-ха. И ведь эти звуки даже близко не напоминают оригинальное оружие. Зачем было так сильно менять их? Я хочу стрелять с Дигла и чувствовать мощь и силу 50-го калибра. Почему я стреляю с гребаной пневматики? Ну ладно, наплевать на звук. Может, вы вообще без колонок играете? Некоторые мои тиммейты играют без мониторов и им нормально. Знаете, за что я люблю Counter-Strike? За простоту. Вот все эти новомодные батлы, колды, бабки, где каждая пуля это физическая модель, стрельба на расстоянии, упреждение цели, расчет траектории для падения. Нахер это вообще надо? Ведь можно сразу рассчитывать место попадания без просчета полета самой поли, правильно? Ведь кому это нахер надо? Возможно, специалисты движка Source меня сейчас поправят. И там действительно есть невидимая пуля, которая летает со скоростью света всегда идеально ровно. Но скажите мне вот что. В любом шутере вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда происходило взаимное убийство. Это нормально. В реальной жизни так это вообще почти правило. Но вот за все эти сотни и сотни часов в Counter-Strike у вас хоть раз происходило такое? Нет, так как при вашей смерти игра перестает учитывать ваше существование и просчет урона не происходит. Правильно, мир 30 не может убивать живых. Эй, парень, иди побомби в чатике. Оставь мир живым-живым. Ха-ха. Эх, механика прямо из 90-х. Спасибо вам, Валби. У вас ведь такой чешуительный графон, и вам надо экономить FPS. Я не буду говорить ничего про оптимизацию. Люди, играющие на компах ниже хай-класса, и так все сами знают. Игра потребляет немерено ресурсов при своем достаточно низком графическом уровне. Я не знаю, можно нас сфармят гиппоин или типа того. Но начать чего я точно уверен, так это рейтинговая система. Хо-хо, вот к ней у меня много претензий. В игре существует 18 ранков, условно разделяемых на 4 уровня. Сильверы, это те ребята, которые даже не совсем уверены, какой кнопкой закупаться, но уже точно хотят себе АВП. С одной звезды до калаша с венками. Эти ребята уже более-менее знают карты, некоторые знают неплохие раскидки, но АИМ все еще хромает. С двух калашей до Суприма. Эти ребята уже частенько ловят репорты просто за свое существование. Хороший уровень игры, отличное понимание механики и АИМ. И Глобал. Царь и бог КС. Для остальных он что-то вроде Иисуса, только все знают какой он охуенный, но никто не видел настоящего Глобала. Ну а это все херня, которая должна была быть в идеале. На деле же есть несколько проблем. Первое, это то, что рейтинг не разделяется на соло и групповой. То есть, скажем, если вы Сильвер, но у вас есть друг Суприм, или не дай боже Глобал, он чисто за счет собственного скилла поднимет ваш рейтинг до предположительно двух калашей. Но вы все еще гребаный Сильвер, но вы играете на двух калашах. Мне продолжать? Таких ребят просто невероятно много. Бустеры есть везде. Можно потерпеть и тоже играть с друзьями. Но вот беда. Если вы играете на уровень выше вашего собственного ранга, вы все равно его не апнете. А знаете почему? Valve решила, что вам не нужно сдать, когда будет повышение. Оно просто будет или не будет. Но за столько сотен часов я более-менее разобрался, что самый высокий шанс повышения идет после пяти подряд выигранных игр. После третьей игры вам начнут подсовывать игроков выше рангом. И так все больше, 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 больше. И шестая катка идет полностью против высоких рангов. Если вы не побеждаете, то тадам, новый ранг. Пять побед подряд. Простите, шесть побед подряд. Я даже не буду напоминать про бустанутых. Вы вообще представьте, насколько сильно вам должно повезти, чтобы выиграть столько раз подряд. В чем была проблема сделать нормальную систему рангов? Да, примером, далеко ходить не надо. Тот же Ходз. Разделение группового и соло рейтинга. Прозрачная система рейтинга. Требование к личному и командному скиллу. Но нет, Гейб же умнее. Но ладно, предположим, вы играете настолько жестко, что вы получаете репорты буквально в каждой катке. Хорошо, что у вас при этом не забанит античит. И нет, я не иронизирую. Он вас действительно не забанит. Настоящих читеров, впрочем, тоже. Сложно себе представить античит более бесполезным, чем баг. Я, честное слово, не знаю ни одной игры, в которой культура читов была бы развита настолько сильно. Оверлейвал хаки, звуковое помещение о врагах, а имбуду всех мастей и расцветок, черт побери. Их настолько много, и они настолько развиты, что некоторые ютуберы и стримеры их используют. Но! Вместо того, чтобы получать свой античит, в Valve добавили систему классов. Да, вы не ослышались. В игре CSGO идет разделение на классы. Есть такая штука, как Prime. Если вы привяжете свой аккаунт стима к телефону, то вы получите Prime. Пойди, это защищает от смурства, мультиарков и так далее, и так далее. И это не сказать, что работает, но молю вас богами, не отключайте поиск только по Prime. Я, честное слово, жалею новичков, которые, заходя в игру, просто нажимают быстро игру. С отключенным Prime в каждом матче минимум три читака. А некоторые пиарят читы еще и в чате. То есть, это настоящий кошмар честного геймера. Но, в октябре 17-го добавили еще систему доверия. В теории, офигенная штука. Подбор игр осуществляется с учетом ваших часов, ранга, количества лайков, репортов, уровней игры и так далее и тому подобное. Жаль, что нихрена не работает. Проблема в том, что при поиске по доверию не учитывается Prime. То есть, он подбирает людей среди той самой безумной помойки, где каждый третий с читами. Да, черт побери, я вообще понятия не имею, как эта штука работает. И у меня складывается ощущение, что это просто плацебо. Так как мне при моих шести сотен часов при включенном доверии попадаются как откровенные читаки, так ребята с двумя тысячами часов. Это ненормально. Я всегда стараюсь смотреть на игры со всех сторон. Но черт побери, я не вижу у CSGO никаких плюсов. Их просто нет. Игрушка держит топы стима только благодаря своим великим предкам. Сейчас это просто огромная майнинг-ферма для гейба. Тысячи скинов, в сотни идей для вытягивания денег. Да черт побери, они даже скины сами не делают. Сейчас это просто делают игроки, их сами же. Разработчики только выбирают самые лучшие из сообщества. То есть игроки сами работают вместо разработчиков. У меня все. Если у вас остались хоть какие-то сомнения по поводу CSGO, ей богу, ребят, идите играйте в Майнкрафт. Там вроде тоже есть CS-мод. Удачи вам. С вами был Доктор Кендер. Играйте только в качественные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok